Принято считать, что о начале войны во Владивостоке узнали вечером 22 июня 1941 года, когда жители города вместе со всей страной слушали знаменитую речь наркома Молотова из репродуктора, расположенного на здании крайкома партии. На самом деле о начале войны в Приморье узнали несколько раньше. Уже в 9 часов утра 22 июня командующий ТОВ получил телеграмму от адмирала Кузнецова, в которой содержался приказ готовиться к отражению нападения Японии. Такая же телеграмма поступила в Приморский край с полком и только потом уже вечером в 17.00 о войне узнали жители Владивостока и Приморья. Сегодня в 4 часа утра без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу без объявления войны германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах. Владивосток, к счастью, не стал местом боев и сражений, однако звание воинской славы получил и неспроста. Приморский город помогал в цехах дальзавода, нес боевую службу на воде. Огненные рейсы, корабли и суда погибали вместе со всем экипажем под обстрелом и на минах. Геннадий Иванько, например, во время войны был 14-летним юнгой, который попал под управление капитана Анны Щетининой. Рейсы под огнем не пугали тогда молодых моряков, боялись лишь остаться один на один с войной. Главное, чтобы не высадили на острове. Когда мы это, Щетинина вызвала, говорит, что я вас высажу на острове, сейчас на советское судно вернете. Да не было страшного. Все, пацанами были, спали одеты, готовые. Тревоги часто делали в рейсе. То ли тревога нормальная, то ли учебная, но все равно выскакивали, все. Но, конечно, нужна была поддержка советской армии и на суше, и в воздухе. Летом 41-го года во Владивостоке жили около 200 тысяч человек. Из них 80 тысяч отправились на фронт. Остальная половина города каждый день жаждала новостей, раскупала все газеты и с волнением ждала новых речей из радиоприемников. Каждый далеко не военный человек становился ценной единицей победы. Рядовым победы, как сейчас говорят. Зашел я в 43-м году в военкомат в Сростках, и там не поняли. Я сказал, у меня брат звали капитан, а ему показалось капитан. Он говорит, пойдешь служить в пограничные войска. Служил я 44 года. Дарите цветы. Служил в посете. Служил на шокотане. Служил в Владивостоке. Разные должности занимал. Особенно на шокотане. Там он и секретарем партийной комиссии, и председателем суда чести младшего акцесса. В общем, все должности прошел. С опаской приморцы смотрели не только на запад, но и на восток. Боялись нападения Японии. Установили 30 линий минных заграждений. Всего было выставлено более 6000 мин. Это было прямым нарушением ранее заключенного советско-японского пакта о ненападении. Но флотское командование не хотело повторить ошибки русско-японской войны. К серьезной обороне готовили и сам город. Было снесено множество малозначительных построек. Более 3000 зданий были выкрашены в маскировочные цвета. При каждом предприятии были организованы бомбоубежища. Проводились тренировки на случае воздушной атаки. Несмотря на бурные военные события, люди находили время и на отдых, и даже на развлечения. Вопреки бытующему мнению, была возможность ходить в кино, в театр, заниматься в творческих кружках, да и просто отвлекаться от боевых действий. То есть войну здесь чувствовали и боялись, однако жизнь в нынешней дальневосточной столице тогда на паузу не встала. Так что в каком-то смысле Владивостоку действительно повезло. Однако наш город отнюдь не остался нетронутым бесчеловечными событиями 40-х годов. Отважный уход на фронт, сражения в море, потеря близких. Все это было и останется в памяти навсегда. И через 78 лет отдается болью, шествием бессмертного полка, где рассказывают о дорогих людях, ковавших победу на фронте и в тылу. Максим Яковлев, новости на 8-м.